Виктория Егорова Почти 300 лет назад по указу Петра I впервые на русский язык была переведена священная книга «Мусульман». Сегодня существует множество переводов Корана на разные языки, но считается, что ни один из них не может передать его точный смысл и красоту. Однако читать священную книгу в оригинале не просто даже тем, кто изучает арабский язык. В арабском языке каждое слово имеет множество синонимов. И когда расшифровываешь, каждый человек расшифровывает по-своему. Сейчас существуют вообще разные переводы, разные интерпретации, и это сильно влияет на восприятие. Конечно, перевод Корана нужен на первых этапах изучения именно Корана, именно без знания арабского языка. Безусловно, переводы священной книги делают ее доступной для широкого круга людей. И чем богаче многообразие переводов, тем легче человеку, не посвященному в тайной арабского языка, понять смысл Корана. Наиболее популярными на сегодняшний день считаются переводы Крачковского, Кулиева и Пороховой. У каждого из них разное назначение. Если мне нужно дословно что-то сделать, то читаю Крачковского, так в принципе смысл Кулиев тоже неплохо передает. Для разных целей выбирают книги того или иного автора. Существуют дословные переводы, переводы смысла и художественные массовые переводы. К последней категории можно отнести вышедший в свет перевод Бетти Яковлевны Шитфар под редакцией директора Института Востоковедения КФУ Рината Ириковича Бекина. Этот перевод имеет интересную историю. В 2003 году я увидел, мне подарили перевод Корана, выполненный Бетти Яковлевны Шитфар. Толкнувшись с этим переводом, я прочитал его и понял, что этот перевод мне нравится гораздо больше, чем все переводы, с которыми я сталкивался ранее. Тем не менее, у этого перевода было множество явных недостатков. В 12 сурах были пропущены аяты. Дело в том, что Бетти Яковлевны Шитфар не окончила перевод. Она скончалась в 1993 году и не успела завершить работу над книгой. Естественно, что период вызвало, вот это издание, оно либо прошло незамеченным, либо вызвало даже негативную реакцию со стороны мусульман, со стороны тех, кто не знал Бетти Яковлевны. Сын Бетти Яковлевны Рамин Шитфар предоставил Ринату Бекину черновики из архива переводчицы, с которыми они вместе с корректором издательского дома Морджани Александрой Коньковой работали в течение полутора лет. Самое главное, что удалось сделать, это восстановить утраченные фрагменты. Сейчас книга полностью готова. Ее тираж составляет 3000 экземпляров. В скором времени она появится на книжных прилавках Казани, а студенты КФУ могут познакомиться с новым переводом в библиотеке Института Востоковедения. Виктория Егорова, Алексей Генотюк, специально для Юниверньюз.